Начинаем лекцию номер 7. Обоснование выборного оборудования литейных цехов. Лектор Медведева Ирина Евгеньевна, старшая преподаватель кафедры нанотехнологии металлургии Карагандинского государственного технического университета. Цель лекции – изучение методики выбора оборудования при проектировании новых реконструкций старых цехов промышленных предприятий. План лекции. Выбор основного оборудования, характеристики загрузки деталей, проектирование плавильного отделения, проектирование формовочно-заливочного, выбивного отделения, задание на СРС. Выбор основного оборудования. Все оборудование делится на основное вспомогательное оборудование. Об этом мы уже говорили. К основному оборудованию будет вноситься оборудование, связанное непосредственно с технологическим процессом, а вспомогательное оборудование и подъемно-транспортное оборудование будет осуществляться к сопутствующим прохождению технологического процесса. Выбор основного оборудования необходимо начинать с анализа имеющегося на заводе оборудования. Нужно проанализировать его достоинства и недостатки. Рассмотреть, какие виды основного оборудования могут быть вообще применены для осуществления предлагаемых в проекте режимов, или обладает большей производительностью, обеспечить лучшее качество обработки, лучше механизированный и автоматизированный. Для выбранных двух-трех конструкций оборудования, включая применяемое на заводе, желательно провести расчет стоимости или использовать имеющие данные, а затем выбрать наилучший вариант. Как и по технологическому процессу, так и оборудование. Сначала анализируется имеющее оборудование, насколько оно эффективно, насколько оно автоматизировано, механизировано, насколько оно отвечает современным требованиям производства. После этого вы начинаете предлагать, либо заменить, либо автоматизировать имеющееся оборудование. Ну, это оборудование литейных цехов. Выбор основного оборудования необходимо начинать с анализа имеющегося на заводе оборудования. Нужно проанализировать его достоинства и недостатки, рассмотреть, какие виды основного оборудования могут быть вообще применены для осуществления предлагаемых в проекте режимов, или обладает большей производительностью, обеспечить лучшее качество, лучше механизированное, автоматизированное. Для выборных двух-трех конструкций оборудования, включая применяемые на заводе, желательно провести расчет стоимости или использовать имеющиеся данные, а затем выбрать наилучший вариант. К основной оборудованию вносят оборудование предназначено для осуществления основных операций, технологического режима, печи, формочные машины, бегуны и так далее. Следует отметить, что в серийном порядке по типажам в настоящее время изготают пока только печи и агрегаты с электронагревом, прессы и гидравлические. Все остальные конструкции оборудования, в том числе топливные печи и агрегаты, продолжают изготавливать хозяйственный способ, то есть средствами самих заводов, потребителей. Или идут, как правило, печи идут на заказ, бегуны на заказ. Существуют разные объемы бегунов, печей и так далее. Они есть характеристики, здесь не обязательно их приводить, потому что в данный момент мы рассматриваем не оборудование конкретно, а рассматриваем основные аспекты для проектирования проекта, участка, цеха и так далее. Поэтому мы говорим просто, что надо рассчитывать основное и рассчитывать вспомогательное оборудование. Проектирование плавильного отделения. Расчет плавильного отделения заключается в составлении баланса металла по выплавляемым маркам, выборе типа и определении числа плавильных агрегатов и расчета расхода шехтовых материалов на годовой выпуск отливок. То есть для того, чтобы вам необходимо составить баланс металла. Вы должны знать марку, знать детали, какие выбирать марки, тип, размеры, знать число плавильных агрегатов, сделать расчет шехты на годовой выпуск отливок. Эти расчеты вы делаете по технологии. Поэтому сюда вы заносите уже основные данные, которые были получены ранее. Либо выбираете по марочникам и справочникам расходы шехтовых материалов. Вы должны четко определиться, какие шехтовые материалы у вас используются. Поскольку вы выплавляете, может быть, сталь, чугун, цветные металлы и так далее. У вас различные плавильные агрегаты и различный выпуск продуктов, годовой выпуск отливок. Поэтому здесь четко должно быть все сначала проанализировано, вспомнить курсовой проект, вспомнить дисциплины по технологии, дисциплины по экономике и сделать расчеты. При выборе плавильного оборудования следует произвести анализ существующих плавильных агрегатов для плавки данного сплава. Их преимущественных достатков обосновать тип и конструкцию выбранной плавильной печи. Также при выборе печи необходимо учитывать особенности состава сплава, объем производства, номенклатуру отливов, требования к качеству отливок и их конструктивные особенности, технико-экономические показатели, перспективы развития цеха и другие параметры. То есть вы должны четко проанализировать имеющееся оборудование, предложить взамен свое оборудование. Вы можете обратиться к пособиям оборудования литейных цехов, Кипниса, Шары, Манчжурин. Можете выбрать пособия проектирования литейных цехов под редакцией Кипниса, Льва Семеновича. Все эти методические указания находятся в нашей библиотеке, выставлены на сайт нашего ВУЗа. Кроме этого, также следует проработать вопрос механизации автоматизации подготовки, набора и загрузки шехты в плавильную печь, определить емкость ковшей, выбрать размеры пролета, расстояние между печами, шаг колонн, грузоподъемность, подъемно-транспортных средств. Вы проходили дисциплину автоматизации и механизации металлургического производства, где рассматривались основные аспекты автоматизации и механизации любого металлургического производства, в том числе литейного производства. Поэтому, обращаясь к предыдущей дисциплине, вы должны четко проанализировать имеющийся в данный момент оборудование или предложить другое, более автоматизированное, имеющее программное обеспечение. Основным плавильным агрегатом для выплавки стали в литейных цехах являются электродоговые печи. Их применение обеспечивает быстрое введение плавки, большую маневренность, широкую номенклатуру марок выплавляемой стали и использование шифтовых материалов. Используется печи с кислой основной футеровкой. Кислый процесс более дешевый и производительный, но шифта должна быть чиста по серии фосфоро-легирующего элемента. Основной процесс применяют для получения легированных специальной стали. Электропечи емкостью от 12 тонн устанавливаются в цехах мелкого и среднего литья. Печи больше емкостью при изготовлении крупных отливок. В настоящее время разработан новый тип плавильных друэлектродоговых печей, работающих на постоянном токе. Дуговые печи постоянного тока разработаны для плавки стали, чугуна, цветных сплавов на основе алюминия, меди и других. Используя данные печи, позволят 7-10 раз уменьшить количество полевых и газовых выбросов, снизить угар, значительно снижается расход ферросплавов агрофитированных электродов, резко уменьшается шум в плавильном отделении, возможно осуществлять переоборудование действующих печей переменного тока с переводом их на постоянный ток. В литейных цехах с небольшим объемом производства для плавки стали целесообразно применять индукционные печи повышенной частоты. То есть печи агрегата выбираются от объема вашей выпускаемой продукции. От того, какой у вас цех, работающий по каким объему, какой годовой объем выпускаемой данной продукции, от этого вы и устанавливаете печи. Устанавливать большие и мощные печи для производства мелкого, где небольшие объемы, невыгодно. Устанавливать маленькие, несколько маленькие печи для большого объема, тоже невыгодно, поскольку плавка печи – это, во-первых, затраты электроэнергии, во-вторых, это экологические аспекты. Вы должны вспомнить дисциплину «Экология и охрана труда», где вы рассчитывали полевые, газовые и угар в металлургическом производстве. В чугунно-литейном производстве для плавки применяют вагранки электрические печи, индукционные, дуговые. Наиболее распространенным агрегатом является вагранка с очисткой отходящих газов от пыли и СО. Основной недостаток вагранок – трудность получения жидкого металла с точным химическим составом. Его невысокая температура – 1340-1380 градусов Цельсия. В современной ваграночной комплексе оборудованы системы очистки ваграночных газов, дожигания и утилизации тепла ваграночных газах, подогрева дутья, системы дозирования и загрузки, шехтовых материалов, обогреваемых копильниками, устройствами для грануляции шлака и уборки отходов. Является сложным оборудованием, отвечающим высоким технологическим требованиям. Подогрев дутья до 4-600 градусов Цельсия за счет вторичного тепла и дополнительного расхода топлива позволяет повысить температуру опускаемого чугуна до 1400-1450 градусов Цельсия. То есть вы видите, в цехах, в сталиплавильных цехах, стоят одни печи, в чугунно-литейном производстве стоят другие печи. Поэтому, как правило, на предприятиях разделяют цеха чугунного литья и цеха стального литья и проектируют их отдельно с точки зрения экономики, экологии и охраны труда. Распространенным плавильным агрегатом для плавки чугуна является индукционная тигельная печь промышленной чистоты с установкой для подогрева шехты и миксерным режимом. Преимуществами индукционных печей перед два граммами является возможность управления процессом перегрева чугуна, точное выдерживание химического состава и получение чугуна высокого качества, возможность переплавания брикетированной чугунной стружки, отходов тонколистового железа, что снижает расход чужкового чугуна и лома, снижается содержание серы в расплаве и удельный расход огнеупорных материалов. Недостатком индукционных печей промышленной чистоты является ограниченность возможность проведения металлургических процессов по удалению вредных примесей, поэтому следует применять шехту стабильного состава и не имеющую случайных и вредных примесей. То есть применение индукционной тигельной печи, это, конечно, более прогрессивно, чем ваграмка, но, опять же, требующее дополнительных расходов, то есть четкое соблюдение шехты стабильного состава и отсутствие вредных примесей. Что не всегда возможно на промышленных предприятиях. Поэтому здесь надо выбирать. Если вы требуете более четкое и более чистого литья, выбирайте индукционные тигельные печи, но соблюдение всех мер. При дорогой шехте и при высокой стоимости электроэнергии, при выплавке высоких специальных марок чугуна, целесообразно принять дублекс процесс. коксовая ваграмка, индукционная печь, промышленной чистоты. То есть совмещать две печи, потому что это будет более экономически выгодно, чем использование либо ваграмки, либо индукционной печи. Это опять же все просчитывается, все просматривается и распределяется, составляется план замены или применения того или иного оборудования. Двухчастотные индукционные печи, плавка на высокой или средней частоты, доводка и выдержка на промышленной частоте. Целесообразно устанавливать при реконструкции цехов, имеющих минимальной площади для установки плавильных агрегатов, а также в цехах, выпускающих ремонт на литию частой смены марок выплавляемого чугуна, создается возможность плавить наряду с чугуном и сталью. Для плавки чугуна применяют также долговые электрические печи прямого действия, которые в качестве шипты можно использовать в низкосортной металлоотходной и несортированной по видам лун. Оборудование печи вы будете проходить на оборудовании литейных цехов, оборудовании металлургических цехов. Поэтому важно, чтобы вы четко знали, какое оборудование. Естественно, мы при проектировании подробно не рассматриваем оборудование, даем здесь общую характеристику для того, чтобы вы могли правильно выбирать это оборудование. Производительность выбранных плавильных агрегатов необходимо взаимоввязывать с производственным ритмом работы обслуживающих линий с коэффициентом потребления металла. При поточном производстве коэффициент загрузки плавильного оборудования, как правило, не должен превышать коэффициент загрузки формовочного оборудования. То есть, если ваше оборудование более мощное, быстро плавится, но для формовочного участка не успевает за тем, как выплавляется у вас сталь или чугун, поэтому все должно быть взаимосвязано. Сначала формовка, либо это если конвейер, формовка и плавка, то есть здесь зависимость того, какое у вас производство. Единое, если мелкосерийное, единичное, серийное производство. От этого и выбираются агрегаты, плавильные агрегаты и совмещаются с другими подразделениями литейного цеха. При расчете оборудования плавильных отделений прежде всего определяет баланс металла по массовым группам, маркам сплава, технологическим потокам. Состав и количество шифтовых материалов по видам сплавов определяется на основании ведомости шифт и баланса металла. Что вы составляете по методическим указаниям в проектированной литейных цехов, либо на практических занятиях, здесь вы более подробно рассмотрите данные вопросы. В плавильных отделениях также необходимо предусматривать участки для взвешивания загрузки шифты, кокса, флюсов в плавильные печи, подготовки огнеупорных материалов. Технологический процесс набора, дозировки и загрузки шифты состоит из следующих операций. Выборы подачи всех металлических и неметаллических компонентов шифты массоизмерительным устройством, взвешиванием всех этих компонентов, загрузка дозы шифты каллаши в печи. Для подачи к массоизмерительным устройствам металлических компонентов используют две основные системы. Расходные бункеры с траковыми и другими питателями и расходные закрома с мостовым краном магнитной шайбой регулированного грузоподъемности. При подаче немагнитных компонентов, кокса, флюса, мелкораздробленных феррасплавов и расходных бункеров пользуются вибрационным питателем и весовым дозаторами. То есть это, мы говорим, вспомогательное оборудование, дозаторы, взвешивание, оно тоже должно где-то располагаться. Расходные бункеры, которые обладают питателями, дозаторами и так далее, то все должно, опять же, где-то располагаться. Это определенные площади, размеры, в зависимости от того, какой у вас идет металлозавалка, расчет шехты, какой вы сделали, сколько чего вам необходимо, от этого и выбирается вспомогательное оборудование. Это пример, как и емкость, показатели печей, диаметр шехты, производительность, емкость копильника металла, лургические показатели. Проектирование формовочно-заливочно-выбемного отделения. При выборе метаформовки следует иметь в виду, что основная масса отливок изготавливается в песчаной разовых формах. Литье в разовой форме можно производить сырые и сухие формы. Применение сырых форм позволит сократить цикл производства отливок, расход топлива, капитальные вложения повысит производительность при формовке и выпивке. Сырые формы применяют для отливок в основной массе до 150 кг. При массовом крупносерийном производстве в одном и том же цехе рекомендуется выделить самостоятельные потоки отливки различной массы, например, до 10 кг, 10 до 50, от 50 до 500 кг и другие. Мы рассмотрим сейчас формовку в песчаной глинистой форме. Для спецвидов литья, проектирования цехов по спецвидам литья мы рассмотрим отдельные лекции. Сухие подсушимые формы отливают средние и крупные отливки со значительным по массе и количеством стержнями, большим объемом механической обработки, требующим высокой частоты поверхности отливок. Следует иметь в виду, что применение сухих форм вызывает потребность в установке сушильных печей, удлиняет цикл изготовления отливок, увеличивает паркопок, площади цеха, что приводит к удорожанию отливок. Сушильные печи, как правило, применяются для ответственной, когда вам необходимо просушить форму, когда это имеет значение, потому что это более дорогое. Как правило, сушильные шкафы и сушильные печи устанавливают для стержневого отделения, для подсушки форм, как правило, если это есть возможность, то естественным путем. Понятно, что сначала делается анализ песчаноглинности смеси в том числе и на влажность. Превышение высокой влажности может привести к появлению брака отливок. Ну, так выглядят печи большого объема, больших производств и так далее. Для изготовления средних и крупных отливок в условиях мелкосерийного, серийного, единичного производства целесообразно применять различные виды упрощаемых форм и самотвердящих смесей. Следует также учитывать, что безопочная формовка рационально для массового и крупносерийного производства мелких отливок. Иногда целесообразно для таких отливок применять безопочные формовки с использованием холодно-твердящих смесей в условиях серийного производства. В условиях крупносерийного и массового производства целесообразно используются автоматически в формовочной линии с различными методами уплотнения форм, а также для безопочной формовки. Серийный и мелкосерийный производства для изготовления форм применяют комплексно-механизированной линии, проектированной на базе серийного изготовления отдельных узлов и механизмов. То есть для каких-то небольших партий, когда у вас постоянно меняется номенклатура, естественно, целесообразно либо это производить просто трамбовка, либо устанавливать отдельные формовочные оборудования, формовочные прессы. Если у вас серийное производство, то желательно иметь конвейерное производство, которое позволит более механизировать, автоматизировать и получить более качественные отливки и ускорить метод их изготовления и заливки. Формовочное оборудование. Форма для средних отливов до 250 кг целесообразно получать химически твердеющие или подсушевые в формах на поточных автоматических линиях формовки в опоках с формовочными автоматами импульсного или импульсно-прессового уплотнения. Формовку в пластичных самотвердеющих смесях используются в основном для производства средних и крупных отливок. Для серийного, мелкосерийного единичного производства прогрессивным способом формообразования является вакуум-пленочная формовка. В условиях серийного производства, особенно средних и крупных отливок, наилучший результат обеспечивает применение гибких, программируемых линий, оснащенных многопозиционными формовочными автоматами, быстросменной или плавящей оснасткой. Холодно-твердеющие смеси рационально используют в условиях серийного, мелкосерийного, единичного производства как альтернативу применения сухих форм. Перспективы автоматические механизированные линии лития формы и смеси холодного отверждения. Их применение позволяет получить отливки с высокой размерной точностью и чистотой поверхности. то есть смотреть сколько способов получения форм в условиях серийного, мелкосерийного, единичного производства используют в различных условиях твердеющие смеси использование различных самотвердеющих смесей является актуальным до сих пор поэтому разрабатываются новые и так далее смеси то есть в вашем случае вы можете предложить более современные способы формовки или применение более современных самотвердеющих холодно твердеющих смесей и их состав на основе анализа литературных данных из различных источников журналов статьи и так далее жидкие самотвердеющие смеси для крупных и тяжелых отливов из чугуна реже из стали желательно чтобы они были не на жидком стекле ухудшающей выбиваемость форм жидкостекольная смесь это тоже полка двух концов то есть это и с одной стороны чистота поверхности с другой стороны тяжело выбивается форма поэтому здесь это тоже все должно анализироваться при проектировании формовочного отделения важно увязать технологические операции так чтобы обеспечить поточность производства для этого необходимо разбить номенклатуру отливок на технологические группы и закрепить за каждой группой единый габарит опок расчленить процесс изготовления отливок на операции закрепить за каждой операции то или иное оборудование выбрать оснастку естественно если вы начинаете формовать и то и другое постоянно идет смена естественно меняется габариты опок опоки гастированы поэтому и габариты определены поэтому четко разделять всегда по группам отливок имеющие одинаковые размерности которые будут формоваться в одних и тех же опок разделить операции разделить выбрать оснастку выбор оснастки одно из основных будем говорить получение качественных отливок перед началом расчета номенклатуры отливок распределяет на группы по технологическим потокам исходя из габаритов массы толщины стенок сложности конфигурации класса точности серийности отлива при определении потоков необходимо стремиться к минимальному количеству типа размера форм то есть к унифицированию оснастки оборудования на основании анализа для каждой из групп устанавливается наиболее технологический экономический целебросообразный способ оборудования для изготовления форм определяется размеры форм их количества на годовую программу все опять же мы приходим к годовой программе то есть когда мы составим годовую программу габарит отливок марку количество и того и тех и иных отливок то есть пока мы не составим правильно не будет не составлена производственная программа не учились с учетом брака отливок вы не получите правильное количество оборудования выбранной оснастки и расчета четкого расчета этого оборудования при массовом крупносерийном производстве для расчета количества форм используют данные точные программы в случае приведенной или условно годовой программы отливок число форм для каждого потока или участка рассчитывают исходя из средней металлоемкости форм полученный результат расчетов необходимо увеличить с учетом потери на брак форм потери на брак форм применяют под данным базового предприятия в зависимости от сложности конфигурации способ уплотнения форм и протяжки моделей годовое число форм их размер и средней металлоемкости является основной параметром для проектных расчетов по цеху расчеты количества необходимы формовочной оборудования производства по общеизвестной методике кноре и логин мы уже говорили как выбирается как рассчитывается количество оборудования на предыдущих лекциях и будем говорить на практических занятиях при получении удовлетворительного распределения отливок между потоком участком формовочного отделения и большей неравномерности загрузки оборудования следует произвести перераспределение или выбрать другое подходящее оборудование и повторить расчеты до достижения типального решения в приложении приведены справочные данные по некоторым видам формовочного оборудования помощное отделение может приниматься как последовательный так и параллельный режим работы при последовательном режиме формы под заливку накапливаются на плацу конвер или ральган к накопителях при параллельном режиме связь технологических операций осуществляется конверным транспортом тележечного подвесного пульсирующего роликова и других типов если для передачи полуформ или пустых опок предполагается установка тележечных конверек необходимо рассчитать их скорость для каждой технологической группы форм о чем мы говорили в предыдущих слайдах смотрели и говорили в случае если в проекте предусматривается применение формовочной линии оригинальной конструкции необходимо выполнить расчеты ее основных параметров скорости движения конвера длина участка простановки стержни заливки форм охлаждения отливок формах для автоматических линий серийно выпускающих машиностроительными фирмами необходимо выполнять проверочный расчет этих параметров и в случае необходимости осуществить корректировку следует определить организацию постановки простановки стержней формы особенно при большом числе либо повышенных требований к точности установки наиболее рациональное выполнение этой операции манипуляторами стержнеукладчиками для этого стержни должны быть транспортироваться к участкам простановки специальной тари поддона кассетах и так далее если проектируемый формовочный участок оснащается подвесным конвером для транспортировки стержней необходимо выполнять другие скорости так выглядит формовочная формовочный пресс вибрационный пресс который позволяет выполнять и заформовать по стандартным опокам производить формовку довольно качественную формовку поскольку прессование происходит довольно уплотнения форм происходит довольно достаточно для того чтобы получить качественные отливки задание на СРС оборудование литейных цехов основной вспомогательной оборудование термических цехов дать анализ этому оборудованию определить какое оборудование основное вспомогательное в литейных цехах какое основное вспомогательное оборудование в термических цехах поскольку у вас был курсовой по технологии термообработки, поэтому, пожалуйста, проанализируйте данное оборудование. Используемая литература, которая представлена на данном слайде. Мы говорили в лекции, что вы можете пользоваться справочниками и различными металлическими указаниями нашей кафедры, которые разработаны для этих целей. Спасибо за внимание. Лекция окончена.